Мы давно ничего не рассказываем о Беларуси, просто потому что там все предсказуемо. Население страны протестует таким образом, что власть это не пугает, а только раззадоривает. Если в самом начале протестов были случаи, когда полиция опускала щиты и отказывалась мутузить протестующих, то теперь этого уже нет, втянулись. Беларусы не смогли принять ставку власти и перебить ее своей, повышая градус противостояния и, грубо говоря, сморгнули первыми, когда власть была на грани, чтобы моргнуть самой. Когда Лукашенко бегал с автоматом, надо было что-то делать. Не сделали, а мы тогда говорили, что надо двигаться вперед и выносить власть, за что получили ответ, мол, идите куда подальше со своими советами и своим Майданом. Нам пояснили, что они намерены идти своим путем. Ну что же, вот они и идут. Власть перестала истерить, пригласила дуболомов из РФ, а тем вообще все равно кого и как лупить. Мы в курсе, у нас оттуда снайперы приезжали. Но как тогда, так и сейчас мы обращаем внимание на один ключевой момент, который ни там, ни в Хабаровске так и не поняли. Заключается он в том, что если вас собралось настолько много, что диктатор просто не решится вас физически уничтожать, то пользуйтесь этим моментом и сносите его. Имейте право, поскольку только народ является источником и носителем власти, вот и осуществляйте ее прямо, а не через сомнительного и преступного посредника. Ведь если совсем просто взглянуть на происходящее в Минске, то напрашивается несколько простых и на первый взгляд туповатых вопросов к протестующим. Например, вы собираетесь в центре Минска, чтобы что сделать? Для того, чтобы посмотреть, как вас много, хорошо посмотрели, увидели, что дальше. Да, вас действительно много, но много для чего? Если для самоудовлетворения, чтобы потом рассказывать, как вас было много, то вы занимаетесь какими-то странными вещами. Если же вы хотели показать диктатору, как вас много, то вы это показали. Поначалу он испугался, а потом его попустило. Теперь эти массовки его не трогают абсолютно. Это я к тому, что если самоцелью мероприятия было просто собраться, чтобы вечером разойтись по домам, то такое можно сделать раз, ну два, а дальше это уже теряет смысл. Ведь многие же учили еще совковую историю и помнят, как Ленин говорил про телефон, телеграф, мосты, и прочее. Если вы хотите сменить руководство страны, меняйте, а если нет, то тогда сами себе скажите честно, зачем вы собираетесь. Ведь нечто подобное было в Хабаровске. Люди выходили, бродили по городу днем, а вечером расходились по домам, до следующих выходных. Результат этих хождений – нулевой. Никаких своих интересов отстоять не получилось. Никаких требований никто даже не думал выполнять. Единственный результат – массовые хождения и точка. И что важно, Хабаровск начался раньше и белорусам можно было бы посмотреть на то, что и как там происходит, чтобы увидеть то, что будет у них самих. И в общем, все произошло примерно в том же ключе. Единственное, в Хабаровске о протестующих даже пачкаться никто не стал. Похоже, там кто-то из аналитиков просчитал ситуацию и сделал верный вывод о том, что если их не трогать, они сами устанут разойдутся, поскольку они умеют протестовать только стоя на коленях. Так оно и случилось. В общем, в любом противостоянии, особенно в таком стороны должны играть на повышение ставок и выиграет тот, кто сможет перебить ставку оппонента и повысить ее до такой степени, чтобы тот испугался и дрогнул. В этот момент надо делать рывок и забирать весь банк. Если этот момент упустить, то диктатор найдет, что и как делать. Наверное, кто-то считает, что противостояние вышло на какой-то уровень и остановилось. Но это иллюзия. Ничего не остановилось. Пока на улицах идет бесплодное и, как теперь становится все более понятно, бесцельное бодание протестующих с полицией, страна постепенно погружается в ваншлюз. Ведь у Путина и РФ сейчас совсем не самые лучшие времена и, как мы видели на примере Армении, Москва находится не в том положении, чтобы заниматься прямым захватом территорий, как она это делала в тучные годы. Казалось бы, московская диаспора слюной исходит, требуя присоединения Армении к РФ и это еще пять лет назад было бы приговором для Армении. Но сейчас Путин не может себе позволить еще одно приключение. То же самое и с Белоруссией. Поглощение страны или ее превращение в фактическую колонию не обязательно осуществлять прямо, как Гитлер это сделал с Австрией. Все можно сделать другим путем, но не менее надежно. Для этого нужно сделать всего три вещи – взять под контроль внешнюю политику, потом внутреннюю и, наконец, экономику. Внутреннюю политику Лукашенко сдал в тот момент, когда на разгон демонстрации из РФ прибыли российские силовики. Тем самым Лука подписался под тем, что уже своими силами он за кресло не удержится. В общем, он расписался в своей импотенции и теперь всю «внутрянку» контролирует кураторы из Москвы, которые на месте имеют право ставить задачи как своим подразделениям, так и местным силовикам. И, как мы отмечали выше, там сразу прекратился разброд и шатание. То есть местная полиция и органы безопасности перешли в подчинение россиян. Следующий момент – внешняя политика. Здесь все понятно, поскольку Лукашенко, его сыновья и верхушка правительства, преданная лично Луке и участвующая в подавлении протестов, уже под санкциями, и там готовится расследование по нарушениям прав и свобод человека в Беларуси. А это значит, что внешняя политика Беларуси отныне уже не существует. И все вопросы, связанные с международной деятельностью, теперь осуществляются через Москву. Потому что большинство влиятельных стран прямо заявили о том, что не признают Луку легитимным президентом. Тут тоже дверь закрылась. А прямо сейчас идет передача РФ «Управление экономикой». Заметим, уже не слышно, что Минск разгружает нефть в Клайпеде или Одессе. Все, эта вольница закончилась. Но дело пошло намного дальше. Речь уже идет не только о закупках нефти, которые теперь полностью контролирует Москва, но и о сбытии готовой продукции. Вот что вчера писала российская пресса. Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Аверчук провели переговоры с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ. Вот и все. Теперь даже экспорт нефтепродуктов одного из основных экспортных направлений экономики Белоруссии будут курировать в Москве. В общем, протестующие там не захотели брать телефон, телеграф и, похоже, вместо них все это взяла Москва. И, в общем-то, что можно было осуществить вовремя и с минимальными потерями, теперь уже невозможно в принципе, поскольку поезд ушел. А раз так, то подавление любых протестов будет еще более жестким, а чего-то полезного от них будет еще меньше, поскольку протестующие за три месяца так и не определились с целями, которые им нужно достичь. Возможно, мы что-то упустили, но пока все выглядит как Хабаровск-2, только в более жестком варианте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова